Салют, братва! С вами Реван. Прямо сейчас у меня в руке вот такой вот прям вкусненький чемоданчик, в котором находится сумма в размере одного миллиарда. Эти деньги получат совершенно рандомный работяга этого сервака, которого мы выявим, используя сайт рандома. Касаем уже правил нашего мероприятия. Тот счастливчик, который нам выпадет, его задачей будет потратить сумму в размере 500 миллионов. Всего лишь за 30 минут. Если он это сделает, если он справится, накупит себе какие-нибудь аксессуары, тачки, дома, может быть даже бизнес, неважно. За указанное нами время, в таком случае, он получит еще 500 миллионов, которые также ему нужно будет потратить за 30 минут. Если он с этим справится, то в таком случае, данный игрок получит от нас секретный приз. Не будем в общем тянуть, переходим к нашему видеоролику, вы сейчас все быстро поймете. Перед просмотром же, не забудьте поставить ему лайк, ну и самое главное, подписаться на мой канал, если же вы подписаны. Всем желаю приятного просмотра. Сайт RandomOrg, ну заходим. Прямо сейчас на серваке находится 850 человек. Указываем значение от 0 до 850. Нажимаем кнопку Generate. Так, и кто у нас здесь? 455-й. Напомню, то что данные деньги получит именно работяга, игрок, который вот только недавно начал играть на этом проекте. Используя нашу админку, давайте посмотрим, что это за игрок, ID которого 455-й. Али Фимова? Не, ну это уже какой-то прям такой серьезный игрок, у которого дорогущие аксессуары. 37-го игру уровня, вот премиум випка, не, это нам не подходит. Нам нужен именно какой-то работяга, начинающий игрок этого проекта. Идем дальше. Так, 3-2-8. Так, это у нас какой-то бандосик Николаса Мослей. Офигеть, 160-го игрового уровня. Нет, ты нам не подходишь. Ну-ка, 7-2-7. Да ты посмотри, одни мажоры, вон еще один на Феррари газует. 98-го игрового уровня. Ну-ка дальше. 167-й. Так, он еще даже не зашел на серва, как я понимаю, это скорее всего какой-то бот. Потому что на его аккаунте 12-й игровой уровень, и более вообще-то есть ничего нету. 238-й. Ух ты, Виндл Бажемаков какой-то. Так, это у нас игрок 7-го игрового уровня. Я так понимаю, начинающий игрок, имеет статус Diamond Vip, судя по всему, прошел начальные квесты недавно. Находится сейчас в городе Сан-Фьера. Перепортировался к данному игроку, думаю, пока что он нам подходит. Привет. А, я так понимаю, он сейчас находится в ФК. Ну, 5 минуток подождем, если не выйдет, то пойдем дальше. Так, чего? Он что, сдох? Бегу сейчас за данным игроком, давайте немного за ним посоединим, посмотрим, куда он убегает. И куда ты там, а ну-ка? Какой у него щеплон? Тик-тик-тик. Так, прибежал до телефонной будки. Хей. Привет. Какой-то очень странный, на самом деле, игрок. Аууу. Короче, этот игрок, к сожалению, так нам и не ответил. Стоит также ОФК, поэтому, да, каши с ним мы не сварим. Ну что, идем дальше тогда. 7-4-1. Банан Овчарук. Так, ты у нас кто такой вообще? Байкер, я так понимаю, 12-го игрового уровня, на аккаунте 17 миллионов наличка и 25 миллионов банки. Телепортировался к нему. Привет, ты тут? Видать, тоже сейчас просто стоит ОФК. Да, к сожалению, данный игрок тоже ОФК. Ну, идем дальше. 199-й. Радик Особов. Ну, этот игрок, насколько я знаю, очень богатый. Давайте посмотрим, да. Более сотен тысяч за этот монет мне. Идем дальше. 66-й. Опять, судя по всему, тоже какой-то бот 14-го уровня. Он еще даже не авторизовался и на аккаунте ничего нету, максимальная пустышка. 273-й. Ух ты, Ахмедик. Игрок 5-го игрового уровня. На аккаунте новичка вон уже 8 миллионов. Давайте попробуем. Эй, привет. Также давайте ее подождем. Не, я так понимаю, бессмысленно. 3-3-1. А ты у нас что за еще чудо-юда? Мне вообще похуй, даже дверь открыта. Баны и плави, дружище. За использование запрещенных программ. 3-9-5. Арсений Арбузов. Друга посадили. Сижу, жду. Ух ты, игрок 11-го игрового уровня. Уже что-то интересное. Тебя куда? Без ранен. Существует еще игрока в подвозе. Так, ладно, это мой руку, которую он подвозил. Давайте выдам Инфернус. А этого Арбузова сейчас репортирую ко мне. Перейдем давайте в эту локацию. Приветствую. Видите мой чемоданчик в руке? Да. Хотите, чтобы он стал вашим? Да. Хорошо. Тогда сделаем следующим образом. Прямо сейчас я дам вам сумму в размере 500 миллионов. Ваша задача потратить их за 30 минут. Если вы это сделаете, вы получите еще 500 миллионов. Как вам такое? Чего? Видать, он не понимает серьезность наших намерений. Давайте я прямо сейчас передам ему деньги. Вы серьезно? Ну, сейчас ты увидишь, насколько мы серьезно. Передаем давайте ему трейдом 500 миллионов. Забирай. Чтобы не думал то, что мы шутим. Опа, вот, чемоданчик в руки взял. Вот, держите. На автобазар можно? Вы можете покупать тачки, дома, аксессуары, предметы и так далее. Просто отдать эти деньги кому-то или купить там АЗ на ЦР нельзя. Ваши 30 минут пошли. Так, как бонус мы выдаем всем нашим участникам вот такой вот шикарный легендарный мопед. Желаю удачи. По времени 14.06. Его время пошло. На своем авто можно? Нет, дружище. Вот мой мопед. На самом деле, на сегодня, за 30 минут 500 миллионов потратить не такая уж и большая проблема. Времени вполне достаточно. С учетом комиссии, на его аккаунте, на данный момент, сумма в размере 485 миллионов. Насколько я помню, своих у него было 5 миллионов, и того, получается, ему нужно потратить 480 миллионов. Так, до автобазара он приехал, по времени прошло всего лишь 4 минуты. Ну, автомобиль вот так вот смотрю, сейчас на автобазаре просто предостаточно. И Ламборгини, и Тойоты вон, и Лексусы всякие, и Мерседесики, и Бэхи всего, то есть вот навалом, выбираешь что хочешь. О, БВМ 5, видать, приглянулась, да? Да, я так понимаю, успешно он ее забрал, приобрел себе вот эту Бэху, и по итогу на его аккаунте осталось 342 миллиона. Ламборгини Куантач, хорошенькая прям такая Ламба, Твин Турбо, видать, тоже вот приглянулась. Да, тоже забрал, офигеть. Я так понимаю, из-за того, что у него есть Титан Випка, в отеле он уже подселен, он может иметь вроде как до 5 автомобилей. 226 миллионов осталось на его аккаунте. Он сейчас чисто вот таким вот образом просто застарится тачками. Так, еще вот гелий какой-то вот заряженный Менсори, 124 миллиона, ну-ка. А нет, решил все-таки взять себе Ешку, 63-ю. Капец, да? Тоже успешно забрал, вот это он неплохо так обновился, купил себе и Ламбу, и Мерс, и Бэху, нормально так. На аккаунте при этом всем еще осталось ровно сотни миллионов. Задача, потратить еще 80. Покидает автобазар, забрал по итогу на свой Мерседес, вызвал его доставку через телефон, и сейчас вот выезжает из города Сан-Фьера. Да, нормально прям такой Мерин он себе выхватил. В запасе у него еще 20 минут, потихоньку, я так понимаю, сейчас возвращается в город Лусантос. Центральный рынок. Ну, в принципе, не удивительно то, что он сюда прибыл. Пока что деньги на месте. Так, на аккаунте у него осталось 40 миллионов, по времени у него еще 13 минут. Купил себе скин Ричи, фотоаппарат, видимо. Так, чемоданчик пропал, ну-ка. Ну да, все, на аккаунте осталось 14 миллионов, и того, данному игроку понадобилось 20 минут, чтобы потратить данные деньги. Ну что, поздравляю, сейчас я полностью отдам тебе свой чемодан. Твоя задача, также за 30 минут потратить 500 миллионов. Я в шоке. Но, небольшое уточнение. Теперь тебе нельзя пользоваться центральным рынком. Автобазаром можно. Отдаю ему все деньги, которые у меня остались. Все, чемодан перешел в его руки. Ну что, успеешь потратить? Получишь секретный приз. Желаю удачи. Так, написал сообщение вип-чата, куплю хату, бюджет 480 миллионов. Ну, ё-моё, ну как так? Ничего, используя телефон, он вызвал доставку своего транспорта, он ламбу призвал свою кунтач. Чего? Плеер дисконнект, видать крашного. Ну, ничего страшного, пока что он потерял только 2 минутки. Вернулся в игру, появился в городе Лас-Вентурас на вокзале. По времени 14.33. Итого, для того, чтобы вернуться на автобазар, ему понадобилось потратить 7 минут. Так, чего-то отъехал. Ух ты, у него, оказывается, ещё 2 раз была вот такая вот тачка. Он её вот сейчас заспаунил, судя по всему, для того, чтобы слить по госу, да. Видать, у данного игрока просто закончились лоты. Ну, сейчас посмотрим, какую тачку он себе купит, и сможет ли он потратить такую сумму денег, не использовать с районного рынка. Якота К5. Дружище, ни в коем случае не покупай, она не стоит этого, не надо! Не покупай её, не думай... Ну что? Что ты сделал, боже? Офигеть, зачем? Зачем ты это купил? Мне кажется, человек, который это продал за 350 миллионов, он будет просто в шоке. Настоящая цена вот этого хлама, я думаю, ну максимум где-то миллионов 50. Арсений, Арсений, а ты подавал надежды благоразумного человека? Боже, что он купил? Итого, на аккаунте ещё 126 миллионов, задача потратить ещё 120. Прибыл к отелю. Что он такое задеял? У него есть уже номер в отеле, что он сюда приехал? Странно, пока не понимаю. Так, вот это он приехал, а, магазин одежды. Ну-ка, и что здесь? Я так понимаю, здесь вот на продажу выставлены 3 каких-то уникальных скина. Опа, забрал, забрал один скин. Чего? 100 миллионов он стоил? Офигеть! Ещё один скин! Осталось 16 миллионов на аккаунте. Капец, 6,5 миллионов! Ё-моё, он просто всё забрал! Зашёл ещё в примерочную. Судя по всему, ищет самые дорогие скины. Да, вновь что-то себе да и приобрёл. Прибыл в 2 страна 7, так понимаю, закупился. Всё? Давайте глянем на аккаунте, вон, меньше 5 миллионов. Ну что могу сказать, Арсений Арбузов справился с задачей, по времени 14.50 давайте телепортируем его к нам. Ну что, Арсений Арбузов, поздравляю, ты справился с задачей. Сейчас ты получишь секретную награду. Покажи только, что ты купил, кроме тачек. Кидаем давайте ему трет, сейчас пускай нам продемонстрируют. Попугай на плечо, аксессуар. Рюкзак Скуби-Ду. Наш скин приобрёл. Скин Ричи. Маска Хаганадзуки. Скин джентльмена. И я так понимаю, всё. Вроде всё. Зачем ты купил эту Якоту за 350 миллионов? Я не знаю рынок её. Это слишком овер? Ну, типа того. Я думаю, ей цена лямов 50 край. Пипец. Но, возможно, я ошибаюсь. Я на авто даже не смотрел. Понятно. Чисто на цену. Секретным призом нашего мероприятия является вот такой аксессуар велосипед на спину. Стоимость его в районе 300 миллионов это очень полезный и довольно-таки топовый ходовой аксессуар. Держи. Чтоб всегда под рукой были колёса. Хотя у тебя уже и так их полно. Главное, всё, что получил, всё, что купил, не просри. Не просру. Я другу подрю. Мы вместе играем. Это правильно. Ну что тогда? Желаю тебе удачи. Спасибо огромное. На этом же, дорогие друзья, данная серия подошла к концу. Используя сайт Random.org в этом видеоролике мы нашли того самого счастливчика, которому предоставили возможность забрать целый миллиард. По итогу, по большему счёту, данный игрок закупил себе кучу раишных топовых транспортных средств за исключение вот этой вот якоты. Ну а также немало раишных уникальных скинов. Пройдя первый и второй этап нашего мероприятия, данный игрок также получил секретный приз, которым является велосипед на спину. Если же ролики подобного формата вам нравятся, и вы в будущем хотите больше видеть подобного контента, то с вас определенный лайк на данный видеоролик. Ну и самое главное, про подписку не забывайте. Поскольку более половины всех людей, которые смотрят мои видеоролики, просто не подписаны на мой канал. Давайте исправляйтесь. На этой ноте данное видео подошло к концу. Скоро увидимся.